Всех приветствую на канале Разносторонние интересы Сегодня у нас уже 2 января 2021 год Половина первого ночи Я решил немного покрутить двигатель, электродвигатель Про который я раньше снимал видео На моем канале Недавно нашел я здесь Три вывода Этих обмоток, катушек Здесь получается Было на 380 тонн этот двигатель На 380 Было 3 Фазы выход Я нашел, здесь разобрал Еще Где эти катушки соединяются Все это посоединял И забросил сюда уже Выходы Таких вот И такая вот прорезиненная проводка Нашел Чтобы не пластиковая была И нашел вот здесь Три выхода Этих катушек Концы Обмоток Все это дело разобрал Потом зачистил И эти вот прорезиненные Кабеля сюда вывел И уже забронировал Короче Получилось Не очень вот так красиво Оно видно вот обматанное Типа с завода Часто и хорошо А у меня тут Вот две Смотки Спайки И здесь вот спайка Одна была С этой И Хорошая Я тут изолентой тропичной Еще заизолировал А здесь Сверху Заизолировал Тропичной А конец Где спаяна Пластиковые Этой Изоляцию С кабеля Короче Пластиковую Одел Сюда вот так Заштемил Хорошо Между катушкой Корпусом Все это дело И Потом Когда уже Вот Прикрепил Немного Поприкрепил Концы Через Эээ Видно Вниз туда Закрепил Здесь тоже Получилось Промотать Насквозь Обмотку Закрепить И здесь Ну Хорошо Держится А вот этот Уже Обмотка Конец Не сильно Закрепленный Ну Сюда вот Зажат Между корпусом И Обмоткой Тоже Крепко Раньше Я думал Что это У нас Алюминиевая Обмотка У двигателя То что Изоляция Желтая Такая Никогда Не видел Такой Еще А оказалось Что медная Это и Хорошо Я короче Зачистил Эти Провода Что С двигателя Потом Эти провода Что Припаивал Сюда И Смотал Место И запаял Их Этим Короче Сварочным Аппаратом И Использовал Я в качестве Электрода Чтобы спаять Две медные Эти Проволки На сварочный Аппарат Зажимал Смотку Саму 5 миллиметров Где-то 7 Зажимал Я На минус На сварочнике Оставлял Чтобы немного Выглядывало А на плюс Ставил В качестве Электрода Вот С паяльника Со старого Медную Такую Наконечник Медный С паяльника И Где-то 70 ампер Ток Выставил На Сварочнике И Потихоньку Не торопясь Так Скользящими Движениями Так Ширк 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 Короче Красиво Спаялись Вместо Эти Медные Провода Ну Потом Я их Заизолировал И туда Ввел Вот Мой Аппарат Сварочный С которым Я Все Это Дело Делал Я Его Разобрал Полностью Сейчас Его Запчасти Лежат Что Разобрал То Что Изначально Кабель Вот Был Видно Кабель Он Жесткая Плетка Такой И Весь Чисто Поломался На Морозе На Самом Входе Переломанный Был Сварочник Ну А с чем Работал Ну Хочу Найти Прорезиненный У меня Есть Пятижильный Потолще Ну Сюда Трехжильник Надо Ставить Можно И Двух В принципе Без Заземления Ну Это Был Ныне Трехжильник Больше Мягкий Такий На Морозе Не Дубеющий Прорезиненный То Я Его Поставлю На Сварочник Ну И Вилку Отрежу Спаяю Да Да И Все А Чтоб Спаять Вилку Надо Будем Опять Ж Сварочник Запустить Ну Или Так Чем Нибудь Спаяю Короче Посмотрим Что Я Сварочник Разобрал Провод Поменять Это Одно Другое Я Как-то Сдавал Ремонт Уже Ну Паял Этими Варил Четверка Электронная Что-то Спалил Не знаю А Это Разобрал Видно На Транзисторах Пылища Уже Такая Притом Что Из Болгарки Попадала Когда Это Варил Дочистил Радон По Любасу Сюда Сболгарки Пыль Попадала Как-то Добраться В эти Радиаторы Надо Все Вычистить Ну От одной Сейчас Немнож Его А так Отошел Вот Чем Показать Чем Я Паял Что Буду Сейчас Им Делать Этим Аппаратом Смазал Вентилятор То Что На Морозе Запускался Слабо Начинал Тихо Так Под Нагрузку Потом Разгонял Один Вентилятор Этот Смазывал А этот Стоит Между Радиаторами Охлаждения Ладно Аппарат Аппаратом Потом Почистим Может Сниму Видюху Буду Чистить Ну По Двигателю Я уже Все Сделал Здесь Забронировал Эпоксидным Клеем Развел Вот Клей Мой Чехский Никита Уже Старый Уже Годов Десять Ему У меня Десять Шесть Тостных Это Затвердитель Синий А это Вот Сам Клей Эпоксидный Видно Разбаю Забронировал Мало Того Что Я Сматривал Забронировал И Здесь Еще Пропитал Хорошо С Этой Стороны Двигатель И С той То Что Здесь Все Болталось Вот Это Дело Замотанное Что Из-за Вода А я Пере Это Короче Переделал По двигателю Осталось Его просто Собрать Нам Еще Здесь Ободка Получается Вот С1 С2 С3 И Концы Я Подсоединил Где С1 Сюда Подсоединил Я С3 Получается Где С2 Подсоединил Сюда Так Если Не Чтоб Не Запутаться С1 Так С1 Конец Второй Подсоединил А Спутал Да Где Вот С1 Я Подсоединил Конец Второй Сюда Обмотки Где Вторая Обмотка Я Подсоединил Конец Третьей Вот Этой Обмотки И Где Третья Обмотка Я Сюда Подсоединил Конец Первой Получается Здесь Будет У нас Перемыкаться Перемычками На Треугольник Перемычки Перемыкаться Так Вот Вертикально На Треугольник Получается У нас Здесь С1 Это Конец Получается Второй Это Вот С2 Это Конец Третьей Это С3 Это Конец Первой Обмотки Ну Потом Будем Подсоединять Все это На Инвертор Дело По Схеме Как Там Указано Где Первая Вторая Третья И Дело Пойдет Дальше Что я Расскажу Сейчас Что я Сделал С Этым Двигателем Это Вот Наш Сам Вал Изначальный Здесь Вот Он Был Задратый Немного Сбитый Я Зачистил Болгаркой Аккумуляторной Все это Дело Потом Снял Здесь Шкил Был Шкивок Под рамень Снял Эту Крышку Разобрал Подшипника Полностью Ну Как Разобрал Я Со Старого Что Спереди Был Сюда Шат Был Большой Хотя И у Этого Есть Старого Поставим Но Этого Немного Меньше Шат Видно Вот Это Внутри Подшипника Не в обойме Где Крепится В корпусе Не здесь А в самом Подшипнике Где шарики Я сюда Поставил Другой Короче Вскрыл Сальники Туда Вымыл Бензин Все Это Дело Забил Новую Смазку Закрыл Сальники Все И Также Сделаю Задним Подшипником Задний Был Нормальный Крепкий Так что Это Без Шата Особого То Я Чисто Вскрыл Помыл И Назбил Смазки И Запечатал Обратно Потом Все Это Дело Допросовал На валы Снимал Съемниками Кстати Вот Этот Что Здесь Шкиф Стоял Он Был На Всю Ширину Вот Этой Вала Где-то Сантиметров Пять Около Шести Еле Я Стянул Здоровущим Съемником Это С этого Двигателя Болты Лежат Сейчас Соберем Посмотрим Что У нас Получится Видно Не Видно Так Вот Берем Аппарат Сторонку Чтоб Не Мешал Много Ближе Подберусь Сверла Мои Малые Хранятся Будем Двигателем Клей Эпоксидный Развозил Остатки Крышка Падала По обмотке Малость Прошлась Вроде Ничего Не Сделалось Так Это Был Тоже Одно Дело Делал Эпоксидным Клеем Залил А он Стал Короче Пенится Реакция Пошла И греться Сильно Прошлось Экстренно Все Выливать Это Дело Видно Вот Подтеки Пупырышки Такие Склею Ну Не буду Трогать Их Особо Аккуратно Засчепну Стеклоидной Формы Так Это Мусорку Нашу Клей Поначекал Крышку Видно Сейчас Соберу Посмотрим Что У нас Получилось На крышке Клей Не буду Трогать Может Не Подваливается Так Двигатель Ложим Кверху Здесь На крышке Указана Стрелка Вот Где Верх Видно Так Я Двигатель Полностью Почистю Тогда Этот Стрелка Снимал Вентилятор Алюминиевый Для охлаждения Так Ужав До Короче Зломал Его Ну Слава Богу Да Собирал Этих Вентиляторов На старой Ферме Наверное Штук Пят То Подобра Уже Там Так Забрасываем Вал Наш На валу Тоже Вот Стрелочка На крышке Видно Вот Это Вот Кверху Ставим Эту Стрелочку Аккуратно Чтобы Обмотки Не Побить Так Туго Лезет Все Забросим Так На что-то Поставить Ой Полудырек Не делать Опа Чажел Двигун Если сравнить С тем Что я Раньше Вот Ставил Эксперимент На сотни То Это Чажел Набагато Получается Наверное Под 2 Киловатта Он и Будет Вот Бляха Достал Зараза Не залазит Подшипник Наверное Надо По-другому И Хотел Это Сделать Эту Сторону Где Обмотки Я Сейчас Запхну Сразу А Здесь Набью Крышку И Получится Набью Эту Вот Крышку Я На Подшипник А там Болтами Дотянется Пошла Чуть-чуть Чуть-чуть болта не хватает Двух Болтом Натянуть Что-то он так Тухо Залезет Мне хочется Залазить По-тиху Пошел Валом Подтягиваю Все Хочу Туда Вышли Угу Туда Ни-су-ди Стоим Туда 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 Наверно Было Болта Подлиннее Найти Да Стянуть Болтон Еще Чуть-чуть-чуть Не хватает Сейчас На шпильке Отпущу Гайки Отпущу Гайку На шпильке Самой Поболее Так Сразу Не додумал Все Зацепиться Есть Так Есть Есть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 eh 07 Добавил DimaTorzok Раскручивать уже не буду сейчас Что у нас тут по обматках получается на корпус что б нед я не продрал сейчас ничё посмотрим Наш мультиметр, так, мультиметр, минус на корпус воткну. Так, пишет, проверяем обмотки, это у нас C1, C2, C3, это на корпус, корпус, на корпус, нормально пробиваю, обмотки нормальные, где они пробитые, выход, получается этот у нас второй. Второй выход, это третий выход, это первый. Так, всё нормально, нигде ничего не пробило, не пробил, короче. Так что я всё это дело сейчас назад раскручу, да почисту фаску, вот где крышка садится на корпусе. Почисту фаску, да, назад всё это дело соберу. Это уже не буду снимать. Вот что, уровень займа. Там показал, что, что сделал в основном работу эту, что хотел. А то, что уже там смазка подшипников, да что, это ясное дело. Двигатель старый, бушный, то надо дело это делать. Главное, что вывел у этой, три конца обмоток, чтобы соединить на треугольник всё это дело. И всё. Сюда перемычки шинки сделаю с меди. Хороший, толстый найду. Подсоединю, а там уже, когда я полностью соберу всё это дело, подсоединю перемычки, включим наш инверторчик, кто-то лежит в коробке. Включим через инвертор, посмотрим, как он будет работать. Тот, что я включал на 700 Ватт, то что-то репевтера хотел, непонятно. Этот двигатель помощнее будет. Такие тяжёленькие. Ну, сколько, не знаю, шильдочка. Нечитаемые. Видно 1853, наверное, обороты. И всё. Ну, больше ничего не видно там. Только обороты. Только 2000, если это обороты. А что я этот двигатель приспособен сделать? Нормальный токарный подзероустанок поставить. Сюда будет через рамень. У меня хорошая ступица, есть хорошая. На ту ступицу купить надо патрон. Будет токарный подзероустанок. И будет токарный подзероустанок. Двигатель мощный, хороший. Ничего, не умеет. Исправность... Неисправностей нет, у меня пробито. То будет нормально. Хорош, на этом я буду заканчивать. А там уже, когда сделаю всё это дело, то покажу, работая, не работая. Ну, обмотки выливаю, вот главное ещё. Тут уже особо и путь отлегчает. По цветах идут. Зелёный, серый. То есть, жёлтый с зелёным. Серый и зелёный такие. Это получается. С2 обмотки выхода. Это С3. Это С1. Это вот С1. Это С2. Это С3. Входы. Буду заканчивать. Всем удачи. Всего хорошего. Пока.